Здравствуйте, народ. Будем сегодня паять очередной кит-набор, так званый усилитель, но его можно использовать также для наушников, для усиления, поскольку как у меня, например, я заменял, так, наверное, поближе. Я заменял, получается, в наушниках провод на медный, довольно толстый, как для наушников. И, например, стало немного тише работать, вот для такого бы подошло бы исключительно. Ну, также много куда можно применить. В принципе, там, наверное, вата 3, я так полагаю, в этом усилителе. И можно его использовать для 3-х ваттной колонки, например. Так, довольно-таки нормально паяется. Так, вроде... Нет, не всё. Ещё вот... Так, спаяли. Также смотрим до конца. В конце будет испытание данного девайса. Так что... Не пропустите. Это видео, в принципе, надеюсь, будет не столь долгим, как мои предыдущие видео. Поскольку здесь, в принципе, паять нечего практически. Но... Понаслаждаться в данном наборе есть чем. Одним словом. Довольно-таки прикольный звук получается. Так, вот. У нас сейчас детали запаяна. Давайте приступать дальше. Дальше мы, наверное, поставим панельку на нашу микросхему, чтобы... Точнее, не на нашу, а для нашей микросхемы. Чтобы она заработала. Поскольку... Так... Опять неровно шут. Потому что... Я так понял, почему даются панельки. Потому что, бывает, сгорают. Я так понимаю, данная микросхема. Так, и сделаю сейчас одну... Классную ерундовину. Так, видите. Вот эта вот ножка там нахрен не надо. Мы её сразу сейчас... Не отходя от кассы от чекрыжим. Поскольку... Спаивал я уже ранее этот кит-набор. И вот именно эта ножка меня... Сильно таки напрягала. Так... Опять неровно. О, Ната, что ж такое. Так, о. Стало. Всё. Готова панелька к запайке. Будем её... Запаять. Довольно хорошо паяется. Так... Так... Запаяла панелька. Так... Что у нас по высоте дальше идёт? Дальше, наверное... А вот... Вход у нас по высоте будет идти. Ну, давайте установим... И... Тоже его припаяем. Так, всё. Стал данный вход на место. Так... Выравниваем наш... Припой. И... Запаяем данный вход. Так... Вход запаян. Продолжаем... Дальше по нарастанию. А дальше... Наверно уже... Пора бы... Впаять... Наши... Конденсаторы. Так... Один здоровый. 25 Вольт. 1000 микрофарад. Он у нас... Вот сюда. Раздвигаем. Потом у нас идёт... Вау. 10 микрофарад. 25 Вольт. Так... Также... Вставляем его посадочное место. Раздвигаем. Раздвигаем ему ножки. Дальше. Дальше у нас идёт... А идёт у нас 50 Вольт 100 микрофарад. Это у нас, это у нас, это у нас сюда. Да. Так... Стоять. Упля. Ну и давайте... Запаяем их. Так... Так... Сказал, бедняк... Так... Запаяли. Стались у нас... Мелочи жизни... Подкусывались ножки. Ещё пару деталек. И... Можно... Включать... Данный девайс. Остался. Так... Что у нас осталось? Вот... На питание штекер и... Резистор остался. Давайте припаяем, наверное, наш штекер на питание. Я так полагаю... А потом уже в конце резистор. Поскольку он... Так... Немножко побольше. Так... Что-то подложить. Что же его подложить? Не упал. О! Так... 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 И припаяем мы его... А потом... А потом... А потом... А потом... А потом... У нас будет потом. И будет у нас испытание данного девайса. Готово Еще осталось Один раз Воспользоваться По ельничкам и данный Набор готов Да Резистор Переменный тут Туговато так входит Это хорошо Довольно таки Да, накид Довольно таки дешевый Так что Кому нужно Можете Смело покупать Так Все Паяльнику Отдых Трудяге Сегодняшнему Ставим нашу Микросхему В Готовый Фактически Наборчик Правда Ее надо было Немножко Раньше вставить Чем Резистор Переменных Паивали Ну да ладно Сейчас Сейчас мы ее Как-то туда Запхаем Ой Стало Ну Сейчас Уберем Приближение Вот как-то так она выглядит В реальной жизни Сейчас Секундочку Найду Сейчас я Нашел я чем запитать В запитке будут участвовать Блок питания Ну Вот ведь Работает Итак А В испытаниях У нас Будет Участвовать А Участвовать у нас Будет Немножко Такой же самый Китнабор Вот Я здесь Сейчас Подключаю Личний кабель Зачудил Вот Как видите Колоночка Наша На ней Присобачен Этот Усилок Ну Не хорошо Присобачен Но это Скорее всего Просто показать Так бы я его Немножко По-другому Переделал Внутрь Поместил бы Наверное Или использовал По-другому Ладно Секунду Сейчас я найду Как его Подключить И вернусь К вам Так Вот народ Собрал я Небольшой Стендик Вот Наша колоночка С усилителем Ну а Второй СПН усилителя Вот И так Давайте Включим И послушаем Как оно Играет Ну Не судите Строго В принципе Для такой колоночки Усилитель Хорош Усилитель Хорош Играет 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 Довольно, в принципе, если не выкручивать на полную, то колонка нормально, громко, чисто работает Поскольку вот таких вот колоночек валяется куча В некоторых Потому что покупаете такую колонку, сгорает плата, которая шла к ней А на замену приходят ставить вот такой усилитель, например Или что-то подобное покупать Также данная колонка, точнее не колонка, а усилитель может питаться от 5 вольт, от USB Ну, в принципе, это не имеет смысла демонстрировать Эффект, что от 12 вольт, что от такого одинаковый То есть, фактически колонка становится портативной Единственное, этот усилитель упрятать вовнутрь И вот он, портативная колонка Подключаете ее к телефону А запитку от пауэрбанка И на природе, я думаю, хорошая вещь Кому понравилось, ставим лайки Кому не понравилось, дизлайки Также подписываемся на канал, если хотим увидеть дальше, что будет в сборке кит-наборов И многое другое Кто желает узнать небольшие планы канала Те ищем на моем канале видео под названием Обращение на Новый год Там я, в принципе, процента так 4 объяснил планов моего канала Все, если я начну объяснять планы То ролик затянется часов на 6 Я так предполагаю, я думаю, вы такой ролик слушать не захочете Так что я его снимать, наверное, и не буду В принципе, буду выдавать информацию канала новости по чуть-чуть Подписываемся, оцениваем Также не откажусь от помощи канала Хай вы скинете на поддержку, например, 5 рублей или 5 гривен или 5 долларов Для вас это копейки, может быть А каналу это поможет очень в продвижении Для покупки, например, тех самых кит-наборов Мне они, в принципе, не нужны Ну, а вам смотреть интересно Как на основе этих кит-наборов делаются, например, какие-то устройства Также Вот, например, был В каком ролику, не помню Понижающая платка Тоже кит-набор был Довольно-таки годная штука Довольно часто приглаждается Также лампочка была Кит-набор До сих пор работает До сих пор не сгорела Хотя прошло уже, наверное, не один месяц Наверное, уже месяц-два точно прошло И до сих пор работает Так что не бойтесь Покупайте кит-наборы Паяйте Это довольно интересно Начинайте заниматься радиолюбительством Ну и Много вам интересного Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok